Теперь, ребята, давайте пропишем наш код, то есть то, что мы говорили. Пусть у нас будет класс, пропишем все не спеша. Пусть у нас будет класс house2. И тоже зададим параметр, а вы будете расширять что-нибудь там. Ставим только квартиры. А вообще не квартиры, мы могли бы сделать, про абстракцию мы ничего не говорим, и мы бы вообще могли сделать, допустим, building здание, чтобы вообще не относилось ни к чему, а уже будем там делать... Здание, да? А здесь сделать помещение или там room. Если мы планируем не конкретный дом, а вообще для всего, ну, конечно, сюда добавить абстракцию, но все это будет позже, не будем все мешать в одно. Selfroom. Room. Все, нам пока хватит. Следующим моментом определим room. room. Это у нас будет список. Вот такие конструкции постоянно используются в Django. Здесь мы, как с вами говорили, сразу же пропишем. То есть мы себе соображаем. Значит, мы с вами решили, что в данном случае у нас будет список со словарями. Сразу себе это дело помечаем. И можем вот так сделать, чтобы нам было понятно. Думаю, сейчас вот так, чтобы написать. И здесь обязательно надо всегда указывать, чтобы программисты могли читать. Все мелочи указывайте. Напустим, если это строка, если не имеет значения, то можно писать просто key. Если для нас имеет значение, что ключ это именно строка, то и пишем ключ и значение. У нас пока будет строка. Или у нас... Ой, я даже не знаю. Пусть у нас... Пусть у нас... Пусть у нас... Пусть у нас это будет все, что угодно. Просто key. Это может быть число, строка. А value это строка. И далее, чтобы продемонстрировать. Раз. И многоточие. И так далее. Далее мы можем описать, да. Теперь нам становится понятно, что это может быть любой объект. А мы могли применить абстракцию, ребят, но я сейчас это не буду делать. Допустим, применить абстрактный класс, да. Некое строение, да. Вообще сделать строение. Ну ладно, не будем путать вас сейчас. То есть абстрактный класс строение, да. А уже дальше от абстрактного класса реализовать там какой-то метод. А уже дальше уже от абстрактного класса брать здание, либо там завод, либо там вообще ферма. Ну понимаете, да. Ну это все позже чуть. Хорошо. Идем дальше. Как мы и говорили. У нас мы считываем сразу. То есть определяем позиционный параметр. Значит он требует передачи, принимает позиционный аргумент. Дальше пишем наш магический метод, который нам во всем этом поможет для извлечения. GetItem. Здесь у нас будет цель в первый параметр и дальше по индексу, да. И далее здесь для себя выводим на данный момент print. Чтобы было более читаемое. Вывод GetItem. Далее воспользуемся опять, хотя есть другие методы, но мы уже не будем ничего придумывать, потому что нам главное показать, что мы можем что-то сейчас данными этими делать. Import Copy. Это ваша задача сейчас в домашней задании найти копии в Python. Давайте посмотрим, что это такое. Нашли моментально, да. И смотрим, да. То есть все можно почитать, откуда берется этот метод. И поняли, да. Ничего сложного нет. Что делаем дальше? Дальше мы делаем то, что и делали. Copy. Object. Присвои значения. Copy. Copy. Выделяем место. Прописываем. Copy. Object. Наш параметр. Room. То есть здесь будет у нас аргумент, который будет передаваться параметру. И этой паре присваиваем. Copy. Object. Room. А вот это подумать, чего я так пишу. Поищите ответ. Индекс. Ну, будем проходить дальше типы данных. Вы обязательно это будете понимать, пока я это опущу. Чтобы было и вам чем-то подумать. Возвращает. Copy. Object. Все. Вот наш класс. Давайте его опишем еще. и нет. Начальные параметры. какой бы мы экземпляр не выводили класса. Да. Все это будет тянуться. Дальше. нам надо работать как-то. Поэтому сам это самый простой способ. создадим переменную и присвоим. пустой список. Пустой список. аргументы наши. Да. Аргументы наши. параметры. Цель которого. Извлекать объект. А с извлеченным объектом мы будем уже далее нечто делать в другом. Другой вещи. Давайте сначала что сделаем. Проверим наш класс. берем copy object. его и не будет. и создаем экземпляр. белтинг. Далее смотрим. у нас обязательный в экземпляре должен быть так как мы задали начальные значения при помощи init и он содержит один обязательный параметр. То есть передача аргумент который принимает один обязательный позиционный аргумент значит мы его должны передать. Мы с вами договорились что это будет список. Список содержащий словари. Значит пока мы сюда добавим один словарь и поставим квартира номер один. Значение. Васечкин. Все отработал нам нормально. теперь сначала проделаем ту операцию которую мы делали. пробуем извлечь. проверяем работу метода getItem. для этого указываем наш экземпляр. для этого обязательно copy object. ага нам надо же вывести. посмотреть чего будет. далее срезанным знакомый элемент ноль. сейчас у нас и есть один элемент он и будет нулевым. и с чего извлечь. рум. да. мы извлекли действительно первый элемент getItem. нас это не устраивает. мы это проверили. теперь нам надо сделать какие-то действия. это можно делать в новом классе. либо новые функции. либо вообще в этом прописать. но в этом не имеет смысла. если это будет какая-то дископная программа. то конечно это будет через интерфейс делается. но опять же прописываться все эти методы. а потом просто цепляться к интерфейсу. но пока давайте научимся хотя бы извлекать. давайте сначала вот что попробуем сделать. сначала давайте давайте сначала попробуем. мы это с вами еще будем изучать. но тем не менее мы видим. ну например давайте попробуем вообще добавить наш список чего-нибудь. мы видим. то есть лист. это имеется ввиду под документацией. сразу начинаем изучать. то есть лист appendX. под этим имеется ввиду у нас есть список. вот допустим room список. то есть мы мысленно уже заменяем наш room. дальше добавляем через точную нотацию. через точку названия метода. это списки сейчас да. и чего там мы хотим добавить. добавляем то что хотим. в данном случае вместо x займет наш словарь. ну давайте проверим как это работает. по крайней мере какие-то действия. пока мы не делаем. наша задача вообще потом извлечь. и поменять Васечкин допустим на Синичкин. да. вот это наша задача. но пока давайте проверим вот эту вещь. ну что ж. давайте смотреть. так. ага. значит у нас есть copy object. берем наш. мы же работаем с экземпляром. copy отжиг. обжиг. дальше. у нас есть куда добавить. room. и попробуем прицепить метод. append. далее. согласно. вот так можно посматривать документацию. я всегда говорил как. программист должен знать где найти. хороший программист от плохого. отличается чем. хороший программист знает где найти документацию. знает знает то что я рассказывал в прошлом уроке. то есть хорошо работает с типами данных. кроме этого хороший программист работает не над поиском ошибок. а над поиском вот таких вот методов. и собирает их себе. как get item. прописал. ага я могу при помощи копий. еще могу так следующим образом. собирает для разных случаев себе. вот это делает хороший программист. а потом где-то подзабыл. зачем держать в голове хрень. ага. мне надо добавление. все. набрал. я четко понимаю что мне надо набрать. нашел документацию. ага. вспомнил. да. что еще есть. может что-то еще пригодится. все. хотя частые операции. и нам надо добавить словарь. давайте здесь делаем так как мы не определяли тип словаря. пусть это будет здесь у нас строка. ради интереса. это будет квартира 2. это будет квартира 2. гаечкина. и попробуем. теперь. что нам надо сделать. теперь попробуем вывести вообще весь наш список. здесь во-первых мы себе пропишем. попробуем вывести наш список. посмотреть что у нас получилось. print. copy. отжиг. отжиг. room. действительно. а что. а я два раза нажал. ребят видите. я два. это же командная строка. вот эту операцию мы тоже могли делать допустим вот. в beware. я думаю мы с ним поработаем все. таки. это классная вещь. она развивается. по сути дела. пишешь. одно настольное приложение. размещаешь в джанго или в веб. размещаешь в мобиле. грубо говоря. получаем. и дископная. и мобильная. и веб страницу. и на любых устройствах. это круто. в дископном варианте видите. ну. мы можем и удалить. но. мы удалять не будем. потому что как раз таки. мы лучше изменим. Гаечкина на Болтикова. и так. сейчас программно считать не будем. у нас получается сейчас. три элемента. да. давайте для начала. выведем. вот этот элемент. пусть это будет. это получается у нас. 0. 1. 2. да. мы сделаем так. так. нам надо в третьем. гаечкину. изделить на Болтикову. давайте проще. это будет сделать так же. и понятней. нам надо сначала. извлечь. поэтому. извлекаем. сначала. извлекаем. в чем. элемент. 2. я сейчас не делаю операции вишни. чтобы. то есть. просмотры ключей. все это мы будем потом делать. средоточиться на. на какой-то одной операции. извлечем. print. у нас идет. copy object. у нас. это. второй элемент. в room. в room. да. вот он второй. да. 2. гаечкина. 2. гаечкина. при этом. если мы посмотрим. то тут. вот это будет. это гаечкина. да. то тоже будет. гаечкина. 2. одинаковых. но нам. надо изменить. второй. давайте. сделаем. это. попроще. так. дикт. апдейт. дикт. апдейт. апдейт. чё у нас. это будет. вот. нет. сейчас. пока. дубль. название. room. дикт. апдейт. присвоим. значение. то. что делали. копию. object. true. copy. object. true. дадим. переменную. с действием. излечения. второго. элемента. сейчас. смотрим. так. теперь. результат. да. вот оно. есть. но теперь. через переменную. наверно. много переменных я сделал. но. так просто проще понять. так просто понять. не. немножко по-другому сделаем. вы знаете. неправильно. мы еще не обновляем. правильно написал. да. вывод. выход. вот. сделаем. room. dict. output. вывод. да. так. а теперь. опыт. а вот теперь. dict. update. update. все. теперь. теперь. логически. у нас. получается. сейчас. переменная. room. dict. output. делает. вывод. она. в наличии. имеет. вот этот. словарь. просто. так. наверное. проще понять. значит. я беру. вот эту. переменную. то есть. теперь. я создаю. новую. переменную. рун. присваиваю. значение. действия. теперь. беру. что. переменную. run. dig. output. то есть. мы. уже. убедились. она. извлекла. то есть. это. переменная. это. 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 словарь. мы. извлекли. данные. далее. что. делаю. метод. дикт. python. так. это. лист. все. школы. обхожу. стороной. надо. документация. где. оно. там. делось. ну. сейчас. не буду искать. в общем. оп. было. и. а. а. посмотреть. так. 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 не. немножко не то. я нашел. хамок. объясняю. холодильник. — смех. кофе, кстати, который мы искали. Чего я хочу сейчас взять? Вот это я хочу взять. Дикст. И легко нахожу. То есть, как добавлять? Читаю документацию. Ключ. Значение. Смотрю пример. Здесь подсчет. Девайлес. Извлечение. Деоны. Вот ключ. Значение. То есть, все понятно. Новичку, может, не совсем понятно, но методов довольно много. Это мы будем тоже еще рассматривать чуть позже. Поэтому, что мне надо сделать? Ключ. Значение. Значит, у меня ключ здесь какой? Два. Я беру ключ. Поставим, хотя это без разницы. Два. Чтоб он не запутался. Вот что странно. А, не, мы же извлекли по срезу. Как он запутается? И присваиваю значение Болтикова. Болтикова. Смотрим. Теперь Болтикова. Вводим наш словарь, мы это уже делали. Отлично. Ну что ж, ребята, это круто получилось, только теперь нам надо изменить и ключ, потому что получается две одинаковых квартиры, во второй живет Гаечкина и во второй живет Болтикова. Не серьезно, нам надо третью квартиру. Ну хорошо, что так получилось пока, но сначала обсудим результат. Ребята, смотрите, буквально минимум кода мы сделали себе офигенное удобство. Какое? Мы использовали GetItem метод, который просто-напросто может извлечь по средству. Мы извлекли все это дело на ваших глазах, да? А потом уже при помощи операций Python, которые мы будем сейчас обязательно просматривать, изучать, то есть обновление, либо добавление, обновление словаря, мы провели операцию. Перепутать здесь ничего нельзя, почему? Потому что мы извлекали конкретно вторую запись, просто я разбил это на перемены, и, наверное, так немножко проще. И изменили значение. Получается, метод GetItem сейчас понятен. Это могут быть любые вещи, которые можно изличие изменить на ходу. Это же круто, ребята. Это круто, согласитесь? Кода минимум, результат офигеннейший. И потихонечку привыкаем работать с данными. Пришлось немножко вспомнить. Ну, давайте доведем до конца. Как видите, сейчас я покажу. У меня теперь все правильно. Один – Васечкин, два – Гаечкина, и ключ поменялся с двух на трех – Болтикова. Как это делается? Вот эти моменты искать можно программисту. Но тогда четко понимать, как задать вопрос. Например, пришлась задача, у нас два ключа. Правильно. Вот набрать запрос, как изменить ключ словаря, быстренько, если подзабыли, то это нормально. Потому что вы четко понимаете, что вам сделать, и просто не знаете. Но вы понимаете отличие, когда я говорю «искать», когда мы не указали обязательный параметр, который должны были указать. То есть база. А это одно дело, то есть то, что вы должны. И другое дело, когда вы четко знаете, что вам сделать, просто как это удобнее сделать. Потому что, как правило, несколько способов. Ну что ж. Вот у меня три Болтикова, но сейчас я поменяю на число. Итак, что я беру? Я смотрю на свой код. У меня за словарь отвечало, что «room dict output». То есть вывод. Мы с вами обсуждали. Он выводил. Именно второй. То есть элемент, где у меня вторым, было Болтикова. Значит, что я делаю? Я меняю все это дело в одну строку. Можно было с переменной. Я беру вывод. Вот здесь у меня новое значение 3. Сейчас я попробую поставить как число. Не знаю, сработает или нет. Тогда другой бы пришлось вариант. И в одной строке делаю. Удаляю старое значение. То есть я его должен знать. Я вывел, знаю, что старое было. Вот сейчас у меня старое уже было 3 строка. Раньше было 2, потому что оно тут было. Теперь 3. И пробую посмотреть, что выйдет. Теперь проверяю. Отлично. Все изменилось. Теперь ключ словаря. У меня цифра 3. А не строка. И Болтикова. А здесь строки. Тут цифра. Тут строка. Тут цифра. Но тем не менее, сейчас у нас есть какой-то порядок. Хотя вот эту цифру, это вам будет домашнее задание изменить. Это вам надо будет извлечь. Но, в общем, проделывайте урок. Вы будете понимать, что делать. Извлечь и заменить это на цифру. И тогда порядок. Ну, все, ребят. Теперь, я считаю, это урок закончен. То есть, начальное понимание у нас получилось. Скажите, это очень крутой метод. А применять можно где угодно.